Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу все возможные способы решения ошибки Roblox, связанные с Microsoft Store. То есть, допустим, у вас может не заходить в Roblox, или он, допустим, у вас начинает заходить и сразу крашится и так далее. Много разных причин, много разных ошибок. Сразу скажу то, что все способы, которые я сейчас покажу, они такие самые банальные, самые простые. Возможно, вы их даже пробовали, возможно, нет. Также не факт, что они вам помогут, но можете попробовать, испытать удачу. Может быть, все-таки кому-то эти способы, ну, один из способов поможет. Значит, начнем с первого способа. Самый банальный способ это удаление либо отключение антивируса. В зависимости от того, какой у вас антивирус, его нужно либо удалить, либо выключить полностью. Смотрите, если у вас есть антивирус от 360, чтобы его полностью отключить, если вдруг вы удалять его не хотите, нажимаете правой кнопкой мыши, и вот здесь кнопочка выход. Нажимаете выход, и все. И чит, античит у вас полностью отключается. На других античитах, честно, не знаю, как это отключается, потому что везде расположение кнопок, оно разное. Вот. Дальше. Второй способ. Можно попробовать переустановить Microsoft Store. То есть, как это делается. Включаем вот этот поиск, если у вас нету. Включается он очень просто. Нажимаем правую кнопку мыши вот сюда, в эту область. И здесь вот поиск. Наводимся сюда и включаем, как у меня. Показать значок поиска и показать главное в поиске. Все, и у вас появится вот этот поиск. Нажимаем на него. Пишем по-английски power. Заходим в это приложение. Дальше переходим по ссылке в описании в мой телеграм-канал. И нам нужно использовать вот этот вот код. Мы его полностью копируем. Он нужен для того, чтобы переустановить полностью в Microsoft Store. Кстати, я забыл сказать. Приложение нужно обязательно открывать от имени администратора. Потому что если от имени администратора не откроете, то скорее всего у вас не сработает. Вот, запуск от имени администратора. Нажимаем. Так, вот он открывается. И пишем сюда вот этот код. Так, он куда-то пропал. Заново скопируем сейчас. Все. И нажимаем Enter. И тем самым с помощью этого кода у вас должен переустановиться в Microsoft Store. Только почему-то он у меня не переустановился. Возможно, некоторое время подождать нужно. Но можете попробовать. Переходим дальше. Получается, третий способ. Это в диспетчере задач. Закрыть все то, что связано с Roblox. Значит, смотрите. Чтобы открыть диспетчер задач. Нажимаем на клавиатуре Ctrl, Alt и Del. Потом выбираем диспетчер задач. Дальше заходим в подробности. И вот здесь ищем все, что связано с Roblox. Если вдруг оно у вас открыто. Вот у меня вроде бы как ничего не открыто. Типа у меня все четко. Но у меня и проблем никаких с Microsoft Store нет. Возможно, у вас тут что-то будет открыто. А если вдруг что-то связанное с Roblox будет открыто. Ну то есть название должно быть Roblox. А вы это закрываете. Если нету, то получается ничего не закрываете. Логично. Так, идем дальше. Четвертый способ это создать новый аккаунт в Microsoft Store. Возможно, все-таки проблема даже скрывается в аккаунте. То есть, смотрите. Если вы уже находитесь в аккаунте. Нажимаете вот сюда профиль. И дальше здесь есть кнопочка выйти. Вы нажимаете выйти. Потом опять войти. И создаете новую учетную запись в Microsoft Store. И с помощью новой учетной записи заходите. Естественно, когда новую учетную запись создадите, у вас должен быть удален Roblox, который вы скачали с Microsoft Store на прошлом аккаунте. То есть, его нужно будет заново установить. В принципе, способ вроде бы как более-менее рабочий. Мне кажется, у большинства людей он сработал. Но не факт, конечно, то, что он поможет. И последний, пятый способ. Он, в принципе, тоже самый банальный, самый простой. Мы закрываем Microsoft Store. И запускаем его от имени администратора. Если это вообще можно сделать. По идее, можно. Только у меня здесь кнопки нет. Окей, тогда через поиск. Почему в Microsoft Store нельзя от имени администратора запустить? В чем прикол? Вот сейчас прикола не понял вообще. Его же должно... То есть, можно запускать с помощью от имени администратора. Но почему-то здесь этого почему-то нет. Хотя должно быть. Потому что еще может Roblox не работать. Из-за того, что Microsoft Store, допустим, не хватает каких-то определенных прав. Которые, типа, он не может получить. Из-за этого у вас, естественно, тоже может Roblox не работать. Ну, вообще не могу найти кнопку. Хотя она должна быть. Так, а на рабочий стол если я перенесу. Сейчас попробуем. Так, а как это сделать? Как его перенести? Что-то вообще пока ничего не понимаю. Можно же было как это переносить. Только как это сделать? Непонятно. Типа, его только через поиск можно открывать. Либо через панель задач. Ну, если это так, то это глупо сделано. Ой, ладно, короче. Вот такие, в принципе, способы сегодня были. Еще раз повторюсь, что они самые банальные, самые простые. Не факт то, что они даже помогут. Но можете попробовать. Насчет пятого способа, не знаю, почему не получается открыть с помощью администратора. Может быть у вас эта кнопка будет. Но, к сожалению, у меня ее нет. Возможно, также у вас ее не будет. Но, козе, короче. Ну, вот. В принципе, буду на этом заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами, как всегда, была Избан. Всем удачи. И пока.